История Весення нелепость Вот как раз об этих историях и шла речь Потому что очень часто, вот мы смотрим мультфильмы Видим, какие неожиданные сюжеты происходят Компания Pixar дает нам очень много таких вот вариантов Для игр, для создания, для упражнений такого типа Как раз весенняя нелепость Неожиданно я предлагаю каждому телезрителю посмотреть сегодня в течение дня Очень интересный мультфильм «Бараш и кролень» Записываем, так Посмотрите, «Бараш и кролень» Все очень просто История веселая, короткая, всего 4 минуты Но я думаю, она поднимет вам настроение И самое интересное, что сегодня после нашего упражнения Мы с вами сможем создавать такие же истории Кажется нелепость, да, кролень, это кролик с арагами Да, это барашек, у которого сложная жизненная ситуация Как из нее выйти Но на самом деле мы постоянно рассказываем истории Истории сопровождают нас везде Вообще истории, на самом деле, времен Средневековья Это была валюта То есть странники, они приходили И расплачивались за ужин и обед Как раз тем, что рассказывали интересные истории Своими историями Какие они бачили, да, перед час своих мандрик Все верно, то, что они видели В чем услышали, да, вернее, что услышали И это очень всегда ценилось Потому что, ну, действительно, все мы любим истории Когда мы рассказываем начальству отчет И мы меньше всего хотелось бы там Слушать какие-то цифры, да, цифры это само собой Но когда мы упаковываем в какой-то процесс Да, как мы это создавали Что это нам даст Это уже интересно И ценность наша, как специалиста, повышается на порядок Або, почему запизняемся на работу? А мы вам зараз историю Все верно, да, почему? И мы, кстати, так и делаем, да, мы создаем целую историю То есть можем сказать просто, да? Або я так захотел, не, мы поясним эту историю Конечно, дети от нас ожидают, да, историю Перед сном, мама, расскажи, да, или папа, расскажите сказку Конечно же, интересно рассказать сюжет И многие говорят, да нет, я не умею, да, давай прочитаем книгу На самом деле это делать очень просто И вот как раз мультфильмы Пиксер, да, вот помогают нам создавать эти истории Эту нелепость, казалось бы И соединять то, что не соединяется В одной из предыдущих передач Мы тоже вот так вот в новом дне Создавали несуществующее животное Это был такой процесс, тоже 10 вопросов Легко-интересное упражнение Когда создается нечто, чего до этого не было Сегодня мы будем создавать истории, да И, ну, вот интересно взять одного из таких Несуществующих животных, например, да И сделать его главным героем Всего 7 вопросов, да Берем, например, первый вопрос Жил-был, да, герой с целью Кто-то жил, ну, вот, например Давайте возьмем такое несуществующее животное Медозебр, да Вау То есть это кто такой, это медуза С зеброй, да Соединяем Уявляемся Давайте представим, да То есть это конь, который живет под водой На самом деле, да Он полосатый Что, какие особенности у зебры? Жилый образ, так Она светится, да Она светится И вот у него на копытах были огни Он любил резвиться на дне Марианской впадине Дышал он кислородом Но при этом его хватало ему на неделю Он мог только раз в неделю Подниматься на поверхность И его особенностью было то, что он прятался от глаз людей Он не хотел Они давно хотели с ним познакомиться, узнать Потому что им было очень интересно Легенды ходили о нем Но его задача была прятаться То есть вот первый этап, да Жил-был герой И особенно хорошо, почему я вспомнила об этом упражнении Если это животное будет необычное Ну, там рыбка на эмаль, да Там что-нибудь еще Какой-то там барашек Вот как у нас в мультике там будет Но что-то необычное Это уже привлекает внимание Это дает интерес То есть мы сейчас рассматриваем Как упражнение Которое позволит потом создавать любую историю Второе Второй вопрос, который нам следует задать Каждый день он И мы описываем подробно Что он делал каждый день Что он делал каждый день Медозебр, он любил резвиться Да, на дне Марианской впадине Ему нравилось там, да Между рифов Кружить в танце И когда они встречались С водорослями танцевать Там, например Да, давайте еще так разобьем Танцевать с водорослями Встречаться со своими друзьями Медозебрами И когда они встречались Они так радовались Что у них зажигались лампочки на копытах Они светились И это было очень красиво и необычно Так, так Так, это второй вопрос Следующий, да, вопрос у нас какой? Третий же, да, Майдут? И вот однажды И вот однажды произошло нечто Это какое-то событие Которое меняет привычный образ жизни То есть, ну, если история Она все построена Если мы посмотрим книги, фильмы Все построены на этом сюжете Сначала все было Описание, как Потом что-то произошло И дальше это меняет уже ход событий Что могло произойти? Давайте придумаем Ну, у меня какие-то такие думки Жорстокие спадают на думку Давайте я вам Ну, давайте, да Чтобы это было более таким светлым Ну, возьмем так Как мы уже сказали, что медозебры Они дышат кислородом И кислорода хватает на неделю Поэтому раз в неделю Они всплывают на поверхность Так вот, у пары медозебров Родился маленький малыш И вообще медозебры рождаются очень редко Поэтому играть ему было не с кем Он-то как-то скучал Вот, ну, в принципе, резвился, конечно, с родителями Но думал о том, что вот что-то интересное Им хотелось в жизни И раз в неделю они всплывали на поверхность океана Да, чтобы набрать кислород Но так как они боялись, чтобы их люди увидели Они подымались, быстренько набирали кислород И опять возвращались на дно Но малышу было очень... Это все нравилось Потому что иногда они встречали Ну, вот как раз событие, да? Вот, которое произошло Они увидели большой лайнер Да, произошло яркое, светлое событие Яркое не только, да, с точки зрения Как яркости, да? Но и с точки зрения, ну, в буквальном смысле Они увидели лайнер С огромным количеством огней Да, предположим И он заинтересовался Ему стало интересно, что же это такое Да? И вот в нем растет эта мысль Да, дальше развивается у нас сюжет Да И после этого И поэтому, да, следующий вопрос То есть что-то произошло Он увидел этот корабль Но ему не разрешили, да, там, подплыть ближе Посмотреть родителя И в следующий И поэтому И поэтому мы дальше развиваем сюжет Что могло происходить Ну, мог не послухать баків Подплысти до того лайнера Так, потому что Цікавість выиграла Перемогла Он мечтал, да Он мечтал И каждый он стал Он розрослел И каждую ночь он всплывал На поверхность Этой Марианской Вернее, да, там океана Да, океана И смотрел На То есть ждал, когда это будет На самом деле Он очень любил скакать Они, да, еще когда-то Скачут по поверхности океана И светятся их копыта И вот оттуда шли легенди О том, что вот Есть такие кони Которые скачут по По волнам, да То есть не думали Что это неправда Да Еще раз дальше Еще раз и поэтому Да, и поэтому он искал Сначала было, что он искал Второй раз задаем этот вопрос Да, развиваем сюжет И поэтому, да Так как он уже каждый день Выходил на поверхность океана Все-таки ему удалось Еще раз встретить Такой корабль Да Следующий шаг Что там, например, может быть На этом корабле, да Его увидела ученая Которая исследовала этот океан И они подружились Да Какая там дальше история может быть Он ей показал Она делала акваланг Да, там, например Вот это снаряжение Он ей показал Дно Марианской спадины Куда можно было попасть только так И вообще никакие там Корабли и различные Да, там средства не попадали Она изучила океан Они все подружились, да И дальше, да То есть какой-то завершающий Развязка Развязка, да Вот мы говорим, что И после этого, да Или с тех пор, да И дальше какие-то измененные уже Да, состояния уже Что-то по-другому происходит Люди стали дружить С медозебрами Которые помогли, да Исследовать океан Там и так далее То есть разно И уже во медузебре стало Набагато больше, Неж был на тот момент Да, они стали дружить И уже не прятались от людей Океан стал ярче и красивее Придумали, да Новые там варианты Например, общения с медозебрами Все очень просто Так, ну не в том, что просто А вот нужно просто фантазировать Все верно, конечно Напрошивать мозг Вот такие истории Можно выгадывать щодня Правильно? Надо делать как минимум Раз в неделю То есть это упражнение Мы сейчас с вами сделали Первое, это интересно В прямом эфире Мы сделали вправу Выгадали историю Это просто дивовижа Я доучилась до этого И тем самым Мы потренировали свой мозг Да Вот продолжить свою думку Все верно Такие упражнения Необходимо делать постоянно При этом, смотрите Вот что мы сейчас с вами тренировали Мы тренировали сразу две Два направления Это первое Это ораторское искусство Да Потому что сейчас Вот в наше время Рассказывать о чем-то Даже о своих идеях Которые мы здесь создаем О тех проектах Которые, да Вот мы хотим О чем-то еще Лучше именно В виде истории Потому что когда мы просто Рассказали скучный Какой-то доклад Вы неинтересно слушать Люди хотят истории Нас просто не дослухают Нас не дослухают Да, люди заскучают Поэтому даже Какое-то свое выступление Если построить Вот в этом ключе Да, вот было так Да И в подробностях Потом описать Каждый день это происходит Но если произойдет что-то И поэтому это И в новом ключе Это будет выглядеть так Вот смотрите Это структура Даже выступления Интересного рассказа Да Старителлинг Есть такое сейчас Да, направление Дуже популярное Очень популярное И второе Это развитие творчества Да, это какая-то фантазия Которая позволяет нам создавать что-то Чего не было без того О, тихо Что-то хочу сказать Мы выгадываем то Чего еще никто не выгодил до нас Тобто мы такими першими И тем самым Как народжуется Напевно мультфильм Лиси Да Вот так само За допомогою нашего интеллекту Нашего мозга Мы выгадываем новые истории Дивовое Все очень просто Да Потому что Многие скажут Это несерьезно Да, вы фантазируете Но на самом деле Создавать новые какие-то Даже, да Там гаджеты Элементарно Новые проекты Новые какие-то возможности Ну вот Самореализации человека Новые программы Все новое Создается только Создавая Да, синтезируя То, что есть уже сейчас Добавляя Убирая И вот действуя Вот по таким этапам И можно же Ну, будь Будь яку тему выбрати Не обязательно Вот как мы там Что-либо убрали Мы взяли самое простую Мы самым найпростіше Такое Беждо дитящее Але вигадуйте Дякуємо вам Оксана Шевчук Тренер из интеллекту Будьте сміливішими Фантазуйте Тренуйте Музык 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 Музык